В кадровом центре работы России во Владимире стенды крупных заводов и небольших компаний региона. Участие в ярмарке трудоустройства принимают больше сотни предприятий. В списке вакансий 4,5 тысячи вариантов трудоустройства. Кадры нужны в промышленности, швейном производстве, медицине и сельском хозяйстве. В этот год участие работодателей возросло в разы по сравнению с прошлыми годами. С учётом тех санкций, которые были применены к Российской Федерации, производство расширяется. И естественно, второй момент, и самый основной тоже у нас, это работа с молодёжью. Это наша перспектива, это наш кадровый потенциал. На сегодняшний день работодатели в этом заинтересованы. Особенно востребованы рабочие профессии и инженерные специальности. На предприятиях ждут наладчиков станков, операторов производства, конструкторов и электромонтёров. Работодатели предлагают курсы по повышению квалификации и переобучения. Мы расширяем ассортимент выпускаемой продукции, соответственно, и объёмы продукции растут, и кадровый вопрос у нас стоит во главе угла. Мы ждём как соискателей с опытом работы, так и без опыта работы. Мы проводим обучение на рабочем месте. И такие мероприятия, как ярмарка вакансий, которые проводит Министерство регионального труда, центры занятости очень важны для работодателей. В кадровом центре отмечают задачи ярмарки трудоустройства не просто презентовать вакансии и предприятия. Главное – помочь людям выбрать подходящий вариант и в итоге устроиться на работу. Сориентироваться помогают кадровые консультанты. Люди, приходящие сюда одновременно, могут в одном месте поговорить с большим количеством работодателей, исследовать всё, что предлагает сегодняшний рынок труда. В прошлой ярмарке, если собрать первые и вторые этапы, где-то порядка, если мне не изменяет память, 7,5 тысяч человек участвовали, и более 2,5 тысяч были трудоустроены. Это прекрасный результат. Артём Сорокин по профессии фельдшер недавно решил сменить сферу деятельности. На ярмарку пришёл узнать о предприятиях, где можно пройти переобучение и устроиться на работу. Вакансий много, но мне как раз интересно переобучение сейчас, потому что имеется другую специализацию какую-то получить. И здесь вот я вот сейчас прошёл, здесь легко подошёл, несколько стендов. В принципе, разные есть и рабочая специальность, соответственно, да, и какие-то инженерные. Компания «Генериум» на ярмарке представляет свой биотехнопарк в Петушинском районе. Предприятие занимается новейшими разработками в медицинской сфере и нуждается в научных кадрах. На 2024 год запланирован запуск большого производства. Сейчас нам очень нужны химики, технологи, биотехнологи, биологи. И вот этот формат ярмарки вакансий, он очень хорошо позволяет нам окунуться, скажем так, в это течение молодёжи. Мы получили больше 50% анкет профильных. А на площадке Центра занятости в Коврове вакансии представили больше двух десятков предприятий. Возможности трудового рынка можно было изучить не только в кадровом центре, но и на производстве и в бизнес-инкубаторе. Там у нас проводится мероприятие «Игра-тренинг» для студентов. И третья площадка – это профтуры на наших ведущих предприятиях. Мы надеемся, что мы будем полезны для наших ищущих работу граждан и наших безработных граждан, а также для студентов, которые планируют найти работу. В рамках регионального этапа кадрового проекта «Время возможностей» ярмарки трудоустройства прошли во всех муниципалитетах области. Второй всероссийский этап запланирован на 28 июня. Оксана Любимова и Дмитрий Шаталов.